Об условиях в тюрьмах и работе для заключенных сегодня говорили на коллегии Минюста. Президент Вадим Красносельский подчеркнул, отношение к осужденным должно быть гуманным. Главное не наказать и изолировать, а исправить и перевоспитать. Об итогах, проблемах и планах. Большой отчет министра юстиции. Например, громкое дело в Бендерах. Трагедия на коллекторе. Летом 2023-го. Причинами данного несчастного случая явились неудовлетворительная организация работ, в частности, ненадлежащее оформление наряда допуска на проведение работ повышенной опасности, неприменение средств индивидуальной защиты, нарушение трудовой производственной дисциплины, недостаточный производственный контроль за проведением работ повышенной опасности. По результатам проведенного расследования установлена смешанная вина пострадавших работников и предприятия в целях недопущения повторения подобных случаев в дальнейшем. Надеемся, что таких случаев больше не будет. Дальше об условиях в тюрьмах. Здесь делают ремонты, в том числе и по фонду КАФ вложений, открывают спортплощадки. Также заключенным предоставляют возможность освоить новые профессии – маляр, сварщик, штукатур и не только. Я когда, помните, встречался с заключенными в УИН-2, я что сказал людям этим? Вы имеете право выйти на свободу, но и при этом вы обязаны, скажем так, селиться с социумом. Ничего страшного, чтобы ранее судимы. Ваши руки востребованы, ваша работа тоже востребована, поэтому получайте специальность и будете работать. Такого сейчас нет у нас. Вот ранее судим, поэтому мы не берем на работу. Эти люди востребованы везде, практически везде. Главное, чтобы у него была специальность. Работают осужденные и в тюрьмах, шьют обувь, изготавливают стройматериалы, окна, двери, делают и теннисные столы по госзаказу. Еще один важный момент – медицинский. Госпрограммы по лечению гепатитов, ВИЧ, туберкулеза и не только, доступны и для заключенных. Эти люди лишены свободы, но недостойного обращения, подчеркнул президент. Вадим Красносельский поддержал и предложение владыки Савы по празднованию Пасхи в исправительных учреждениях. В этом году провести пасхальные мероприятия с учетом того, чтобы в этих пасхальных мероприятиях, именно там, в местах лишения свободы, помимо заключенных, приняли участие в них жены и дети. Это абсолютно по-человечески. Это все ставит человека на путь исправления, понимаете? Это все система, она работает 100%. Только хорошим отношением, любовью можно спасти мир 1000%. Это и есть то, куда надо смотреть и идти. Были комментарии от прокурора и председателя правительства. Одна из рекомендаций – повышать качество ведения документации. Есть проблемы с кадрами. В целом, работу Минюста в 2023-м президент признал удовлетворительной.